Мы с вами уже познакомились с арксинусом и арктангенсом. И чтобы закончить строицы основных тригонометрических функций, я должна рассказать об арккосинусе. Арккосинус определяется по точно такой же логике, как и две другие функции. Если я говорю вам, что арккосинус некое в значении х равен θ, такая запись эквивалентна тому, что обратный косинус х равен θ. Второй вариант встречается в зарубежных источниках и на калькуляторе. И каждый раз, когда я вижу приставку арк или обозначение обратной функции, я мысленно преобразую такую запись. Это означает, что если я возьму косинус некоего угла θ, то получу х. Оба этих варианта записи означают вот это. Если я вижу запись обратный косинус х равен θ, я мысленно переформулирую это так. Какой угол θ нужно взять, чтобы его косинус равнялся х? Давайте теперь рассмотрим конкретный пример. Представьте, что мне нужно найти. Чему равен арккосинус минус 1,2? Он будет равен некоему углу. Такой вопрос эквивалентен задачи найти такой угол θ, что его косинус будет равняться минус 1,2. В такой формулировке мне самой рассуждать гораздо удобнее. Давайте изобразим единичную окружность и попробуем ответить на этот вопрос. И по определению, косинус – это х-координата точки на единичной окружности. Это значит, что мы должны найти такой угол, что х-координата соответствующей точки должна равняться минус 1,2. Минус 1,2 у нас находится примерно вот здесь. И нам нужно найти такой угол θ, что х-координата точки пересечения его луча с единичной окружностью будет равняться минус 1,2. Вот этот угол θ мы должны найти. Как это сделать? Например, я могу найти вот этот угол, а потом, чтобы получить θ, я вычту его из 180 градусов. Получится угол, обозначенный голубым цветом, который будет являться ответом на наш вопрос. Давайте начертим отдельно вот этот треугольник. Он выглядит примерно вот таким образом. Длина нижнего катета равна 1,2. Длина его гипотенузы равна 1. Надеюсь, вы узнали треугольник 30, 60, 90. Тогда по теореме Пифагора вы можете найти оставшийся катет. Он будет равен корню из 3 пополам. Хотя давайте проделаем это вместе. Обозначу второй катет буквой А. Получается А в квадрате плюс 1,2 в квадрате, то есть 1,4, равно 1 в квадрате, то есть просто одному. Отсюда А в квадрате равно 3,4. Следовательно, А равно корню из 3 пополам. Мы с вами помним свойство треугольника 30, 60, 90. Если его гипотенуза равна 1, то оставшиеся два катета – 1,2 и корень из 3 пополам. И мы также помним, что напротив катета длиной корень из 3 пополам лежит угол 60 градусов. Вот это у нас прямой угол, а оставшийся – 30 градусов. Но нас волнует первый угол. Мы только что выяснили, что он равен 60 градусам. Чему тогда равен вот этот большой угол тета? Чему равен угол, смежный углу 60 градусов? Он равен 120 градусам. Таким образом, арк косинус минус 1,2 равен 120 градусам. 180 градусов – это весь развернутый угол. 180 минус 60 – это 120 градусов. Давайте теперь переведем градусы в радианы. Умножим 120 градусов на π радиан на 180 градусов. Градусы сокращаются. 12 разделить на 18 – это 2 трети, а значит, это 2π на 3 радиан. Итак, ответ – 2π на 3 радиан. Точно так же, как в видеороликах об арксинусе и об арктангенсе, вы снова можете возразить. Косинус угла 2π на 3 радиан действительно равен минус 1,2. Давайте запишем. Косинус угла 2π на 3 радиан равен минус 1,2. Эта запись дает нам ту же самую информацию, что и вот эта. Но мы же можем и дальше двигаться по единичной окружности. Например, косинус вот такого угла тоже будет равняться минус 1,2. Я могу прибавить 2π и снова вернуться в эту же точку. То есть, существует множество углов, косинус которых будет равняться минус 1,2. А значит, мы должны ограничить диапазон значений, которые может принимать арккосинус. То есть, мы должны ограничить область значений этой функции. И математики ограничивают область значений косинуса верхней полуокружностью, то есть первой и второй четвертями. То есть, если нам дано, что арккосинус х равен θ, это значит, что θ ограничен верхней полуокружностью. Это значит, что θ больше или равно 0, но меньше или равно π. В градусах это 0 градусов и 180 градусов. Мы ограничиваем его значения вот этой верхней полуокружностью. Таким образом, ответом может быть только вот эта точка, поскольку это единственный угол в данном промежутке, косинус которого равен минус 1,2. Мы не можем взять нижнюю точку, потому что она не попадает в область значений. А какие значения может принимать х? Если взять косинус любого угла, он будет лежать в диапазоне от минус 1 до 1. Следовательно, область определения арккосинуса будет вот такой. х меньше или равен 1, или больше или равен минус 1. А теперь давайте проверим наш ответ. Проверим на калькуляторе, действительно ли арккосинус минус 1,2 равен 2π на 3. Посчитаем. Обратный косинус – такая запись означает то же, что арккосинус. Итак, обратный косинус минус 1,2, то есть минус 0,5. У меня получилась вот такая странная десятичная дробь. Давайте проверим, равна ли она 2π на 3. 2 умножить на π и разделить на 3. Получилось точно такое же число. По сути, это правильный ответ, но я, просто посмотрев на него, не могу сказать, равен ли он 2π на 3. При помощи единичной окружности мы получили то же число в более удобном виде. А теперь давайте ответим еще на один интересный вопрос, который касается всех трех новых изученных функций. Представьте, что мы взяли арккосинус от некоего значения х, а затем мы взяли косинус от получившегося значения. Чему равно такое выражение? Мы знаем, что если арккосинус х равен некоему углу θ, тогда косинус θ обязан быть равен х. Раз арккосинус х равен θ, мы можем заменить арккосинус х на θ, а косинус θ, как мы видим, равен х. Значит, все это выражение равняется х. Надеюсь, я вас не запутала. Я обозначила арккосинус х буквой θ. По определению арккосинуса это значит, что косинус θ равен х. Эти два выражения эквивалентны. А значит, если мы заменим арккосинус х на θ, то косинус θ должен равняться х. А теперь давайте ответим еще на один вопрос, чуть более сложный. Да, забыла сказать. Это выражение будет верно для любого значения х, лежащего на промежутке от минус единицы до единицы, включая граничные точки. Это выражение всегда будет верным. А теперь подумайте, чему будет равен арккосинус косинуса θ? Так вот, в этом случае ответ зависит от угла θ. Если θ лежит на отрезке от 0 до π, то есть попадает в диапазон области значений арккосинуса, тогда такое выражение равно θ. А что, если мы возьмем угол θ вне данного отрезка? Давайте попробуем. Но сначала посмотрим, что будет, если θ попадет в данный промежуток. Арккосинус косинуса. А в качестве аргумента давайте возьмем какое-нибудь известное нам значение. Например, 2π на 3. Косинус 2π на 3 равен минус 1 второй. То есть получается арккосинус минус 1 второй. Мы уже выяснили чуть раньше, что косинус 2π на 3 равен минус 1 второй. И мы с вами уже ответили на этот вопрос. То есть если θ больше или равно 0, но меньше или равно π, равенство верно. Все потому, что арккосинус может принимать значение только от 0 до π. А теперь давайте подумаем, чему будет равен арккосинус косинуса, скажем, 3π. Для наглядности нарисуем единичную окружность. Что такое 3π? 2π – это один оборот окружности. Затем я должна повернуть еще на π, то есть окажусь вот в этой точке. То есть я сделала полтора обороты по единичной окружности. Чему равна х-координата этой точки? Минус 1. Итак, косинус 3π – это минус 1. А чему равен арккосинус минус 1? Как вы помните, область значения арккосинуса лежит и в верхней полуокружности. Он может принимать значения, меньше или равные π, и больше или равные 0. Следовательно, арккосинус минус 1 будет равняться π. Значит, все наше выражение равно π. Косинус 3π равен минус 1, а арккосинус минус 1 равен π. И это логично, поскольку разница между π и тремя π в одном обороте по единичной окружности. В результате можно сказать, что мы оказались в эквивалентной точке. Таким образом, вот это выражение может оказаться вам полезным. Косинус арккосинуса х всегда равен х. То же самое верно и для синуса. Синус арккосинуса х всегда равен х. Не обязательно запоминать эти выражения, потому что вы можете спутать их с нижним выражением и запомнить неправильно. Но достаточно понять, почему так происходит, и вы никогда их не забудете. Спасибо, что посмотрели наше видео. Надеемся, что вам понравилось. Поддержите наш проект подпиской и посмотрите остальные видео из этой темы. Спасибо. Спасибо.